Я как раз успела всех накормить, маленькую уложила, думаю, да я быстро позвоню, потому что сейчас муж в доктор пошел, сейчас придет, потом надо будет готовить кушать, и некогда будет. Ну, в общем, мир тебе, Христос воскрес. Миром принимаем. Я не знаю, это, я сейчас простыла, сейчас мозг заложен, и рост тоже. Я хотела тебя спросить, вот, когда мы тогда беседовали, помнишь, ну, ты пересмотрела беседу, переосмыслила, вот о чем мы разговаривали, как ты все вообще видишь? Сейчас. Да, сейчас. Ну, я сейчас тут тоже с Игнатием Тихоновичем общаюсь, вот, ну так, не очень часто, конечно, вот, он мне дал задание выписать все, что связано с моими, так сказать, случаями лжи, и почему, ну, как бы это было, ну, по крайней мере, как я это вижу. Так, что-то изображение стало. Вот. То есть, как я это, как я это вижу вообще? Ну, в двух словах ты можешь сказать? А, что конкретно? В двух словах. Ну, вот, ты нашла причину? Причину нашла, мы как раз сегодня про нее говорили, я сегодня так с ним созванивалась. Вот, причина, причина, к сожалению, в том, что, ну, в свое время я была, можно сказать, ну, такой поклонницей и фанаткой рук музыки, но для меня это вообще было просто, ну, как бы, я мечтала быть, как они, ну, как бы, вообще жить, как они, одеваться, как они, вот, хотела, как бы, ну, то есть, вообще полностью там быть. Как они, и это было, ну, практически, ну, не знаю, именно идолопоклонство. Дело-то не в том, что там, кто какую музыку слушал, это все, ну, то есть, многие молодежь слушают разную музыку, неважно, там, даже рок или что-то, хотя рок в этом смысле оказался намного смертоноснее. Я, честно говоря, этого не видела. А ты посмотрела ролик, который я выставляла там в чате? Там музыку, да. Дело в том, что, смотри, вот, когда мы переехали из России в Молдавию, было время, я ходила на дискотеку, и вот эти парни, которые подрабатывали там в России, они начали привозить для дискотеки вот эти вот диски и кассеты. Я помню, как это уже было в Молдавии, среди молодежки, тоже вот этот рок музыка, вот этот трамштайн и прочее, это самая натуральная бесовщина. И все вот сидят, махают головой, волосами, то есть, это хорошо, то есть, такая музыка нормальная. И, главное, смотришь, вот они как, я не знаю, как обкуренные блудники, что ли, шатохи, что ли, вот такое вот. И вот я стояла и смотрела со стороны, у меня была подружка, ну, я тогда еще не верю, ничего не понимала, мы когда только приехали, с Василий, Беремий, Бачко, из Кишинева переехали к дедушке в деревню, вот. И там я познакомилась с одной болгарской семьей, да, вот с этими девочками, ну, и, как говорится, родители моих пока спали, а я через окошко раз на дискотеку бегала. Ну, недолго я бегала, потому что мне это не понравилось, и я уже дома была. Потом я уехала в город работать, и просто я видела вот это вот, я видела последствия, вот это дискотеки, вот это вот встреча, это вот всего, это и музыки, к чему она приводит. И мне попался вот этот вот ролик не так давно, и не знаю почему, вот я именно подумала о себе, вот, чем, может быть, я даже и не знала, с чем это связано, но, скорее всего. Потому что в свое время, когда я уже училась, работала в городе, да, и училась, я работала в городе, и мне тоже нравилось вот это Беонсе, Бриттинский, вот этот, вся вот этот мозг, и, конечно, тебе хочется быть похожа на них, у тебя появляются желания, мечты, да, соответственно, футанинские. Ну, и к чему они приводят? Либо ты будешь такой наркоманкой, как они, и блудницей, либо ты будешь нормальным человеком. Ну, и слава Богу, что Господь меня отвел от этих дурацких мыслей. Конечно же, там, я уже потом, когда уже жила в Греции, я уже понимала, что вообще, чему это все приводит. Там просто загнутые наркоманы сидят с утками на улице, загнутые вот так вот, 30 лет, проеденные до костей мясо-кости, музыка, рок, наркотики, вот это вот все. Слава Богу, меня вообще Господь сохранил от этого всего. У меня руки не прикасались к этому, ни алкоголь, ни вот это все. Слава Богу, мне этого ничего не касалось. Вот мне попался этот ролик, и я вспомнила, даже своей сестре присылала тоже, потому что она в России живет. Вот, ну, кому могла, тем присылала, может, я не знаю, что это покаяние будет или что, потому что кто не увлекался такой музыкой. И главное, интересно, вот там в ролике, нет, это просто музыка, нет, мы просто танцуем, музыка просто. Я смотрела его, когда просто, честно говоря, ну, как бы узнавала себя, я тоже думала, что это просто музыка. Музыка и музыка, ну, какая разница? Ну, слушаю я музыку, что от этого меняется? Ну, от ничего не меняется. А я не только слушала, я еще и фанатела на концерты. Это я, правда, не ходила, просто не из той среды, чтобы на концерты ездить вот куда-то. Потом, ну, как бы, у нас компания там еще была, и вот она конкретно была практически построена, можно сказать, на этой музыке. Слава богу, что это, ну, как бы, мы еще достаточно молодые были, то есть это меня с 15 до 25 лет получается, это, как бы, ну, вообще, в принципе, на его увлечение было. Но потом я его как-то забыла, вот, но факт то, что я забыла, как бы, в этом покаяться. А это, ну, как бы, практически, в общем-то, треть моей жизни, которая от меня, как бы, ну, просто улетела, как бы, куда-то, она просто как-нибудь стерлась. Вот. Наркотиков там, вот это, беспорядочных каких-то связей, нет, этого ничего не было. Ну, мы тогда совсем еще, как бы, ну, с одной стороны, молодые были, ну, как-то, наверное, не дошли, что ли, до этого, просто были очень, ну, конкретно вот эта именно задача у нас стояла. То есть мы даже... Не дошли, не дошли или не хватало средств, для этого же нужны тоже деньги. Деньги тоже нужны, чтобы развлекаться, билеты покупать на концерты тоже нужны, одежда нужна, все надо. Самое главное, что это отдаляется на век от Господа. Ты начинаешь забывать, ты охладеешь. Вот я помню этот период, как у меня было желание, то есть в церковь ходила, все, а потом охладела, вообще вот такая вот пауза какая-то. Ни в церковь не ходила, ничего. Потом, когда мне попалась из Почаевского монастыря такая листовка о покаянии, я там читала об этом, и я приносила покаяние, потому что я была в Святогорской лавре, в Донецк ехала. И там из монастыря разные листовки раздают, когда приезжают какие-то паломники. Вот я ее привезла. И там, кстати, о покаянии. Мне попалась такая листовка Исаака Сирина. Она есть в интернете. Там, я когда ее читала, я просто в ужас пришла. Я как будто читала там на себе. Настолько страшно. Я думаю, почему она мне раньше не попалась. А потом, когда мы уже приехали сюда в Германию, уже с 2015 года, я уже шла к пути покаяния. Я начала пересматривать вот эти книжки, которые у меня были, листовки. Я нашла вот эту вот листовку Исаака Сирина. Я начала читать. Я помню, с детьми была на прощах. Я уже там хотела рудать. То есть там уже пасть на колени перед Господом. Я говорю, дети, быстро, быстро домой. Пошлите быстро домой. Потому что мы шли в магазин. Это где-то минут 20 надо было шагать до дома еще. И да, потом меня муж выбросил. Это просто такая находка. Я еще нигде не читала. Раньше я скачивала Исаака Сирина. Третий том. А сейчас почему-то в плейлисте вот этот Андроид. Он что-то не дает бесплатно читать. Бесплатные книги не могу найти. Там очень много поучения Исаака Сирина. Вот Исаака Сирина, у тебя должен быть дисциплинированный день. Питание, время. Полюби больше земные поклоны. То есть тело, оно должно потеть постоянно. На молитве потеть. Земные поклоны полюби больше, чем самопение. Вот он говорит. Я просто в день делала по 500, по 800 поклонов земных. Семикратная молитва. Это уже скайпы подключалась. И так я распределяла время, когда я могу. Потому что мне нужно детьми привозить, отродить, приготовить. Ну, бывало, что за один раз 200 поклонов делала. Бывало и по 300. Просто потом у тебя все болит. Тебе ничего не хочется. У тебя все болит. Все. И ты по 3-4 раза меняешь одежду. Вот. И кто так не молится, не кланял, не делает земные поклоны. Конечно, он не поймет, что такое молитва. У тебя появляется такой дух молитвы. И причем такое ощущение, как будто ты находишься на земле, но как будто не на земле. Тебе постоянно хочется беседовать с Господом. Все раскрывать, говорить. Господь тебя начинает облить. Когда ты начинаешь молиться земными поклонами, Бог тебя начинает обличать. Дух Святой тебе напоминает. Когда ты молишься, ты вспоминаешь грехи, которые ты делаешь в жизни. И вот тебе Дух Святой указывает на эти грехи. Ты молишься, Господи, открой мне мои грехи. И я с молитвой Исаака сильно от осознания моих грехов не выдержит душа моя. Действительно, если Бог начнет открывать нам наши грехи, Он нас просто не выдержит. Какие мы ужасные, страшные. Вот. Еще я хотела спросить у тебя. Было ли у тебя вот это покаяние, дар от Бога, вот это покаяние, осознание своей греховности? Ну, я говорю, полностью тогда вот было прям, что совсем прям полное осознание. Это было тогда, когда я покаялась в том, что я в Википедию страничку Игнатия Тихиновича отправила. Ну, неважно, почему это задание было, согласие, это было мое как бы на это. И тут как бы, ну, так просто получилось, что я вспомнила именно, скажем так, вот случаи такие, связанные именно с ложью, когда я не проверяла какие-то, ну, не знаю, чужие мнения, обвинения и так далее. Вот эти все случаи, они сложились как бы в одной, и вот за них было очень сильное покаяние. Сейчас как бы покаяние, вот за всю как бы ложь вот эту есть, то есть я сейчас этого как бы, ну, не совершаю это равносильно, что сейчас просто, ну, как умереть просто. То есть если ты солжёшь, то уже как бы всё. Ну, то есть вот сейчас, когда есть это осознание, когда его ещё не было, это было, ну, хотя бы как-то ещё меньше греха. Но я даже не поняла, как я в это, по сути, как-то, ну, не знаю, для меня это какой-то, ну, как игрой, что ли, стало, я не знаю, но вот это писать там кому-то что-то. Смотри, осознание себя погибшим грешником, это ты как бы слышишь над собой приговор Отца Небесного. Ты повинна смерти, ты виновна. И у тебя внутри есть надежда на Христа. То есть ты умоляешь Господа Иисуса Христа, что Он имеет, что Он может прощать грехи. То, что всё-таки ты имеешь надежду на милосердие Божие, что Бог тебя простит. Вот я с тобой разговаривала, и я вот понимаю с нашей беседой, что у тебя вот этого вот не было, осознание погибшего грешника. Потому что это осознание, да, даёт тебе страх Божий. Ты просто не можешь делать такие дела, которые ты делала, это должен быть страх Божий. То есть ты понимаешь. А у тебя вот этого как-то не было. Тебе даже, ну, совесть, она должна подсказывать. А может, я делаю не так? Смотри, даже до уверования я понимала, что если ты человеку делаешь какое-то, ну, что-то плохо, зло, оно к тебе обязательно вернётся. Об этом совесть говорит. И человек, который боится Бога, он не будет это делать человеку другому, ближнему. Иначе это же всё равно к тебе вернётся. И причём двойне, тройне. Я это всё… Вот у тебя вот этого не было. Не давала. Ну, как сказать. Мне, наверное, не хватало сил, что ли, вовремя это… Вовремя это, ну, как сказать, остановить и вовремя как бы в этом признаться. Ну, как бы с самого начала, что я вот поскольку уже сделала, когда этого было ещё, ну, не целый ком, а когда это было, ну, несколько поступков. И, ну, как бы ничего не произошло. Сознание этого, по сути, только… Ну, сейчас происходит. Откуда ноги растут? Откуда, ну, вообще, почему так произошло? Как оно так вышло, что я в такое вообще состояние пришла? А вот смотри, вот ты ходишь на Исповедь, у тебя есть священие, которому ты ходишь на Исповедь, да? Есть. А почему ты не рассказываешь священнику, что с тобой происходит? Ну, сейчас всё рассказываю. Нет, ну, и тогда вообще. Тогда можно рассказывать священнику, если ты хочешь, потому что через Него Господь, Иисус Христос, Он касается тебя. Тогда не было полного… полного осознания, наверное, не было. Я поэтому, как бы, вот про эти конкретные случаи я, как бы, и не рассказывала, получается. Сейчас мы много говорили уже на эту тему. Мы очень много говорили, на самом деле, ну, батюшка, ну, тоже понятное дело, что он обеспокоен постоянно. А у тебя присутствует стыд перед Ним, перед священником? Конечно, присутствует. И перед Ним, и перед Вами, и перед Игнатем Тихоновичем. Нет, не стыд, то, что тебе стыдно перед Ним, а вот этот стыд, он не даёт тебе покаяться до конца, раскрыться перед Господом. Мы же там исповедуемся перед Господом Иисусом Христом, а не перед священником. Ложный такой стыд. Он не даёт тебе покаяться. Тебе стыдно перед священником говорить о грехах? Есть у тебя это такое? Есть, но я это перебарываю постоянно. И, если честно, то всё уже рассказала, что там было. Смотри, вот у Исаака Асирина есть, даже Иларион Алфеев, он читал некоторые поучения, есть Мирян, они есть в аудио, в Ютубе даже. И он говорит, что когда у тебя мысль идёт, приходит исповедоваться, да, рассказать, покаяться перед Господом, ты сразу беги ко священнику, говорит, наступи на дьявола, на сатану, растоптай его, исповедуйся во всём перед Господом, на Сусом Христом. И я когда это услышала, у меня сразу было желание. Я уже ждала, когда будет воскресный день, чтобы побежать к священнику. Я и так исповедовала дома, да, до исповеди, но туда приходишь тоже, то есть для меня вообще, ну, есть священник, есть, у меня нету никакого суда, и не было, я сколько вот ходила к священникам, и в Молдавии когда была, только начала ходить на исповедь, у меня не было такого. У меня присутствовал вот этот всё-таки страх, что я перед Богом. Я не знаю почему, но я всегда вот так представляю, что только я и Бог, да, то есть всё открыто. Если ангелы видят нас, то для людей-то надо стыдиться. Все святые с неба на нас смотрят. Страх перед Богом, это вообще можно провалиться. Он, конечно же, тоже присутствует, но и тот страх тоже есть, что ты что-то будешь рассказывать. Сейчас мне дано задание конкретно перед теми лицами, на которых я как бы написала, то есть получилось, которых я упоминала там в своём письме последнем, что я к ним должна, ну, как бы, лично идти и, ну, как бы, всё это рассказать. Они, конечно же, не знают, что я это писала, до них это не дошло. То есть, ну, как будто, что я от их имени написала про них. Они про это, конечно, не знают, потому что это вовремя было... Законяй, я слышала, хорошо? Смотри, все люди, они могут ничего не знать, что ты против них так решила, но ты обязана подойти к нему и это всё рассказать. Это для чего делается? Чтобы посрамить дьявола, понимаешь? Он тебя держит за глотку, но он тебя не отпустит, пока ты не обнаружишь, не раскроешь этот гнойник. Ты почувствуешь очень большую такую, это самое, лёгкость, освобождение после того, как ты это сделаешь. Тебе будет очень легко. Ты даже будешь испытывать такую, знаешь, радость, что наконец-то вот совершилось. Ефрем Сирин, он когда молился, он был гневливый. Он, когда молится, говорит от гнева, то есть я, если там, ну, в общем, он так, молитва, она так. Если Енок ходил перед Господом, то и я с помощью Господа смогу ходить перед Господом, да? Если Мария там египетская принесла покаяние перед, то есть она покаяние в пустыне, то я смогу с помощью Господа Иисуса Христа. Если Марии, Магдалину Господь Иисус Христо исцелил от злых духов, и меня, Господи, с помощью Твоей исцели. То есть вот так вот надо молиться. И именно я это не знала, я потом из Игнатии Тихонов и книги в Тихом православии это узнала. Но я, когда вот читала Евангелие, я понимала, что Мария, Магдалина, то есть апостолы, они все святые, им можно молиться. Я когда читала вот по странице, я апостол Петр, помолись обо мне, Господи Иисус Христос, Мария, Магдалина, помолись обо мне. Вот поэтому ты даже не знаешь, какую силу имеется Евангелие вообще читать и молиться за себя? Вот просить каждый раз, вопрошать к Господу. Постоянно. Вот я почувствовала вот эту силу исцеления, силу молитвы, хотя это просто я делала по наитию. Видимо, Господь так меня вел, потому что мне некому было помогать, некому было рядом, кто бы меня научил. Я еще удивляюсь, слава Богу, что с помощью интернета я вообще как-то вышла на Игнатия Тихоновича, потом скайп на Содружество, до этого я еще уже слушала занятия, начиски, вот это все. А представь себе, не было интернета, и как бы, в каких бы дебрях я же жила бы, я просто не представляю. Я бы так и не смогла узнать точно о рождении свыше, было ли рождение или нет. Я читала Евангелие от Иоанна, но я не понимала. Я знаю, что должны родиться свыше, а как? И некого спросить-то? Но все-таки Господь открыл истину. Если ты искренне желаешь вот этого перерождения и освобождение от этой нечисти, то Господь тебе поможет. А вот я хотела тебя спросить. Ты говоришь, что ты крещена у другого священника, да? Да. А почему ты не крестилась у этого священника, к которому ты ходишь? Ну, у нас не был разговор на эту тему. И он как бы сказал, что как бы вы уже так давно типа ходите в храм, и как бы, что если есть там какая-то запись или какое-то свидетельство, но все-таки же, говорит, было какое-то крещение. Я говорю, у нас, у родственников, говорю, даже у моих родственников, я же все спрашивала как бы. Как сейчас я спрашивала о своей ситуации, ну, как бы конкретно, чтобы выяснить, какая я была в юности, какие там могли быть, ну, вообще там грехи, кроме этого, там, рока и всего остального, я все как бы выспрашивала. То есть так же я и про крещение как бы у них выспрашивала. Вот. И мне две разные версии сказали. То есть одни родственники сказали, что это было вообще там дома в тазике. Единственное, в чем они сошлись, это что крестил священник. Вот. А другая версия была, что крестили в храме. Ну, короче, там вообще ничего не понятнее. Вот эти две версии разнились у моих вообще ближайших родственников. Ну, тогда как бы я поняла, что там вообще... Ну, то есть они говорили, да точно, точно, точно там ты крещена. Вот. И отцу Георгию, как бы я это тоже сказала, вот он говорит, ну, вот крещение же все-таки было, хотя вы помните, что это был батюшка, а не тетушка в фартуке домой приходила, ну, типа тебя крестить. Вот. То есть, ну, что как бы это не суть, не суть важно, там было оно в окружении или не было. По факту, когда я пошла даже выяснять, есть ли записи в моем крещении, то нашла, ну, запись со своей, со своей фамилией, со своим именем, но даже отчество как бы не совпало. То есть там вообще ничего непонятно было. Где оно было, и вообще моя ли это запись? Может быть, это не моя запись, раз отчество не мое. Либо перепутали, ну, вообще-то там трудно сказать. То есть там вообще никаких свидетельств. Но он как бы сказал, что мы людей принимаем, как бы, что люди ходят в терках уже давно, но там типа исповедуются, причащаются, мы людей принимаем. Как вы думаете, этот опыт весь сейчас взять и вот так вот его просто выкручить, выкинуть и перечеркнуть. Я говорю, опыт, он останется. Я говорю, крещения по сути не было, потому что мы не только не знаем, было ли погружение, а его не было. Мы вообще ничего не знаем. То есть мы даже не знаем, как оно было. Дело в том, что если люди приходят в церковь и просят крещения, не имеет значения за деньги, без денег, у них ведется журнал, и они обязаны туда записывать. Иначе как он будет, как говорится, соседа с улицы причать, что ли? Даже если за деньги, они все равно, в Молдавии, в Греции, где бы ни было, везде, в Греции вообще там ведется специальный документ от епархии Ролатской. Вот у меня есть, у меня Александра там, она неполное погружение, я тогда тоже не знала, но у меня есть документ, что она, ну, крещеная, по-есть нему, крещеная. Вот он грех, но русскоговорящий в крещении. Ну, бесплатно, зато бесплатно, но, то есть не имеет полного погружения, хотя там есть вода, это большая чаша, можно было налить. А священие, которое тебя крестило, вот он дал тебе свидетельство, что ты имеешь крещение, ты у него записан в журнале, допустим, ты приходишь куда-то, как тебе поверить, что ты имеешь крещение? Ну, священник, который меня крестил, я с ним только, ну, как бы, связаться могу, чтобы он это подтвердил реально, вот, потому что, когда я с ним разговаривала, он сказал, ну, типа, случай вообще выдающийся, я его очень долго искала, на самом деле, потом он как-то нашелся, вот, и он как бы, что сказал? Он говорит, если он говорит вам, вас запишем, я ему, у меня с ним долго беседовала о поводу того, что бесплатный, что хочу там полным покружением, к сожалению, он не крестил всех полным погружением, он говорит, ну, если вы готовы, как бы, ну, пойти на то, что вы будете креститься, там, в ледяной купеле, ну, там была это самое, вот это, как купание, вот, и он там освещал тоже воду, если вы готовы креститься, вот, в такой купеле, а это было, собственно говоря, зимой, вот, если, ну, то есть, ну, то есть, имейте в виду, что других, как бы, ну, условий никаких не будет, вот, если вы готовы, там, просто понимаете, там, что, ну, в общем, если будет крещение, все записано, четко, и все, то, ну, как бы, я не смогу вас без кассы вообще никак провести, у нас, как бы, тут, ну, четко через кассу, я ничего тут не могу делать, если вы там будете записаны, то будет через кассу, ну, я могу, ну, типа, пойти на встречу и сделать вот так, потому что я понимаю, что здесь случай такой, что, скорее всего, что вы вообще никак не крещены, ни обливанием, ничем, то есть, возможно, вообще все абсолютно нарушено от начала до конца, как бы, когда я ему рассказала, вот, поэтому вот такая ситуация. Ну, есть священники, вот у нас здесь русская зарубежная церковь, я просто знаю одну женщину, которая, то есть батюшка, ей сделал миропомазание и крещение, то есть, заново провел все таинство крещения, миропомазание и крещение полным погружением. Она сама толком не помнит, там, бабушка ее как-то крестила. Вот русская зарубежная церковь, и как-то немножко вот более они относятся к крещению, в отличие от московской патриархии, даже здесь у нас в Германии. Ну, а вот, допустим, ты куда-нибудь придешь, ты скажешь, я крещеная, а как тебе поверишь, что ты крещеная? Тогда он должен, понимаешь, просто подойти и дать документ с его подписью и печатью, в этом вообще нет никакой сложности для священника. Да не имеет значения, касса, не касса. Если он захочет, то он может тебе это дать, это свидетельство о крещении. У каждого человека должно быть свидетельство о крещении. Ну, значит, надо его найти и, получается, стрястись. Ты скажи, а как мне поверить, что я крещеная? Ну, я скажу, а как поверить? Вот любой сейчас священник придет, скажет, я там рукоположен таким-то, таким-то епископом. А где доказательства? Где грамота? Кто ему поверит, что он рукоположный, законно? Что неотлученный, не запрещенный? Не знаю, почему, но у меня такое это внутреннее впечатление, что у тебя не было крещения как таковой. Не знаю, там, что за крещение у тебя было. Дело в том, что если ты еще крестилась, и ты делала такие дела, и потом причащалась, то есть как это можно так креститься и причащаться? Просто на тот момент не было совершенно такого осознания. Если бы оно было бы, я бы не пошла бы просто напросто. Но это причастие в осуждение? В причастие от ложного было бы. В осуждении. Это даже в Евангелиях Юана есть толкование этого Кирилла Александрийского. И там я потом поищу, я тебе покажу. Он там пишет о недостойном причастии тоже теле, крови, когда недостойно причащает священнослужитель. Не то, что сам христианин подходит недостойно, а именно священнослужитель об этом должен заботиться. Это большой грех. У тебя видишь, у тебя даже разум, он как-то об этом не рассуждает. И ты до конца не понимаешь, насколько это серьезно. Ну, сейчас уже понимаю, только поздно, к сожалению. А вот скажи, у тебя были свидетели, там ты разговаривала с Вячеславом. Вот там ты говорила, если я не ошибаюсь, что ты была в морге, да? Ну, к сожалению, эта ситуация была, ну, как бы, она была тоже придумана. То есть, эта ситуация была, но она была несколько, может быть, несколько минут, но, короче, она была вообще в школьном бассейне. Я не знаю, мы там как-то баловались, что ли, или почему это произошло уже неглубокие. Ну, короче, я умудрилась в школьном бассейне утонуть, мы тогда маленькие были. Вот. Это было несколько минут, на самом деле, и особенно я там ничего не помню, кроме того, что я сверху увидела. Вот. А той ситуации не было, я ее привыкла. Это просто, ну, как сказать, я не знаю, минуты, что ли, показалось, что так будет интереснее, или почему я так сделала, я не знаю. Я уже поняла, что она придумана эта ситуация. Когда ты там рассказывала, когда это правдоподобно, это совсем по-другому звучит, а когда это неправдоподобно, оно совсем по-другому звучит. Вот. Но я думаю, я думаю, ладно, это, как говорится, посмотреть, чем это все закончится, все равно конец-то будет приключений. Тебе просто повезло, что ты вышла на таких братьев, и все-таки ты как-то держишься вот, все-таки с Инатией Тихоновичем ты выходишь на беседу с другими братьями. А представь себе, никакой священник, никто не будет озаботься о твоей душе. Ни твоя мама, ни священник, никто. Человек в этом мире, кроме Господа Иисуса Христа, он никому не нужен. Ты даже священник, а здесь не найдешь, который бы о тебе позаботится, даже куда ты ходишь и исповедаешься. То есть, если священник, это не мог у тебя увидеть и рассказать тебе. То есть, надо было Николаю туда приехать, чтобы увидеть всю ситуацию, сущность всех событий. Либо, либо вы оба пребываете в этой лжи и законсервированные в этой лжи, либо оба скрываете. Оба это кто? Ну, ты и священник, тот, к кому ты ходишь. Как его там звать? Георгий или как его там? Григорий или Георгий? Как его зовут? Но отец Георгий того, что он может скрывать. Он как раз сон может скрывать. Ну, он почему тебе об этом не сказал? О чем? Ну, о всех событиях, о всей ситуации. Это же сколько месяцев подлилось? Ну, дело в том, что он тогда сам в ситуации этой не владел. Поэтому я не сказал. Он же не знал о его. Нет, отец Георгий меня покрывать не будет в этом отношении. Никогда этого не произойдет. А вот еще хотела тебя спросить. А с мамой у тебя действительно есть сестра, отец? Да, конечно. А с мамой у тебя какие отношения? С мамой у меня хорошие отношения. Какие отношения? Да. Я со своими родными конфликты никогда стараюсь не путываться, даже если мне что-то совсем прийти. Поэтому у нас конфликтов не было никогда таких. В общем, с самого детства я могла где-то на стороне какими-то художествами заниматься. То есть как-то себя плохо вести, но не дома. Нет. А ты живешь с родителями, да? Да. А мама у тебя она не интересуется в твоей жизни? Чем ты живешь, дышишь? С кем общаешься? Не, ну как, сейчас очень сильно интересуется. Раньше у нее периодами как-то. Когда беспокойство нахлынет, она начинает интересоваться. Вот. Такое ощущение, что в детстве это было меньше, чем сейчас. она может это не подавать видом, но она, скорее всего, этим и интересуется. Чем ты занимаешься, где ты находишься, либо ей все равно. То есть одно из двух. То, что ей все равно, я думаю, нет, ей не все равно. Ну, сейчас ей абсолютно не все равно. Ей абсолютно не все равно, что я сейчас как бы вот поддерживаю здесь общение, потому что они начитались и всего, что написано о сообществе в интернете. В интернете там такое написано, что и не придумать. А у тебя есть книга к истинному православию? Да. Ты ее давала твоим родителям читать? Я ее сама еще не дочитала, дочитаю и не знаю. мне это как-то писала, что у тебя отец скажет, книгу Костина православия, то ли мама. Она у меня лежала, и они ее смотрели, что за книга. И сначала все хорошо шло, они даже папу занят в интернете, он смотрел, вот. А потом, ну, в общем, наткнулся на эти все характеристики, которые о сообществе, о содружестве, и все. И сейчас все на самом деле очень плохо в этом отношении. Убедить, к сожалению, не удается, что все, что там написано, это ложь. Я обычно даже и не разговариваю на эту тему, просто молюсь, и все. Ничего даже не говорю. Трехтомник, правда, ему нравится. Он говорит, что я буду читать, но сложно. Смотри, одно дело, когда человек смотрит информацию в интернете, а другое дело, когда он держит в руках книгу, там есть фотографии все-таки, там выдержки святых отцов, которые можно посмотреть, и все равно у человека другое отношение. Либо лицеприятие к Игнатию Тихоновичу, либо невежество, не хочет знать ничего. Он трехтомник сейчас читает. Трехтомник не читает сейчас. Так там же комментарий, Игнатия Тихоновича. Он скажет, что это Игнатия Тихоновича толкует. Он говорит, что нужно головой думать, что ты принимаешь, а что ты не принимаешь. Комментарии, да. Он говорит, многие вещи, многие вещи, прямо, ну, такие вот, правильные, говорит, божественные. А ролики, говорит, его послушаешь в интернете. Он говорит, злой и ярый. А это говорит не то. И попробуй переубедишь, что это то, что Игнатий Тихонович глухой и что он Богом хвалится, а не собой. Мы привыкли к другому православию. Там, где медом мажут. Да. Медом намазано там, где. Филак Болгарский, он же берет из многих святых отцов, он просто создал такое толкование с множества отцов. Причем, его, там, речи святых отцов, их же можно найти. Сейчас, благодаря интернету, допустим, своей помощью. Или, допустим, ты сидишь рядом, папа, давай там посмотрим сейчас, какой там отец цитирует. Сейчас можно все найти. Мы с ним смотрели. Он говорит, и этот Филак говорит, то ли они его перебрали, то ли, говорит, он протестант ярый. Он это говорит точно не православный. Это говорит какой-то левый комментарий. Я, говорит, видел, что они к РПЦЗ относятся общинно. Это, наверное, у них там так трактуют Библию. И, в общем, мы сидели, на самом деле, долго это обсуждали. Я говорю, ну а ты Осипова в интернете слушаешь? Я говорю, он ересь и столько там нанес уже. Вот. Ну ничего, я фильтрую. Я все фильтрую. Нет, я все прекрасно понимаю. У него много полезных вещей. Знаешь, сколько у него знаний? Я не слушала, я не слушала, правда, Осипова слова. Так, чуть-чуть. Есть грубость человеческая, есть грубость евангельская. Вот если взять послание Коринфянам и толкование Иоанна Златооса даже на первое послание. Рыбаки. Апостол Петр. Вот. Его послание. Тоже евангелист Мартон, в Евангелии тоже. Посланиях тоже. Апостол Павел. Он очень резко. Дело в том, что когда ты берешь эти слова Божие в свои уста и начинаешь их цитировать и произносить, они на самом деле, да, у человека как-то грубые. У человека понятие о грубости, да, о любви у него нет. Он страстями наполнен. Понимания вообще о любви нет. Это жертвенность. Это не то, что друг друга там целовать, обнимать и все. И 24 часа в сутки что, только обниматься что ли? Не, он сравнивает просто дух русских святых и духа Игнатия Тихоновича. Что-то там разный идет дух. Что идет, ну, что-то, что-то ярое очень идет. А вот, ну, как бы вот у святых там, к старцам, когда там приезжали, то там совсем другое было. Хотя не всегда там было другое. Иногда они очень даже сильно отличали. У русских вообще вот такая узость вообще. только у русских, русские святые, больше нету никаких святых. Только русская церковь и вот эта вот узость такая. Они даже не дают дать здесь духу святому. Русские. У нас на Руси, у нас на Руси, только у нас русская. Слава Богу, что есть вообще что-то переведенное на русский язык, труды и толкования. А ты смотри, вот ты можешь твоим родителям знаешь, что приглашите? Книга покаяния блаженного августина. Или огласительные беседы у него есть, очень обличительные. Если ты там будешь считать их так, с пламениющим голосом, ну тогда можешь спросить, кто грубый? Твой отец или Августин? А может пророк Давид? Потому что он там очень много цитирует. На каждое покаяние, на каждое свое изречение он цитирует своих мыслей, он цитирует Слово Божье. Так, поэтому не надо сейчас это напишу это куда-нибудь. Блаженный Августин, после моего покаяния, это была моя книга, там целая книга, там их несколько книг. Исповедь блаженного Августина называется. Книга. Пока ты ее прослушаешь, ты можешь понимать смысл писания. Я записала себе. И огласительные беседы к оглашенным. И огласительные беседы. Все, уроки написала. Скажи, а ты ведешь тетрадь, дневник, что ты делаешь в целый день? Вот сегодня как у тебя день прошел? Дневник вообще не веду. Вообще такой привычки не имею. Но когда-то была у меня такая привычка. Ты знаешь, в России у всех девочек был такой, как этот трет называется? Ну это в школе. Тоже такой как дневник. Да, да. В школе это мы в последний раз. У немцев тоже есть такой дневник здесь. Детям садики прям дают. Я еще удивилась, что такие маленькие дневнички. давали мои анну заполнять тоже для Захаря. Ну там я помогала и написала. Желание кем-то хочешь быть в будущем там такой-то дневничок. Ну как, я могу прислать распорядок или рассказать могу сейчас. Ну вот объясню мне сегодняшний день. Ну хорошо, мы встаем. Вот, ну как это, я встаю, значит, общая молитва, которая в 5 часов. Вот. Сегодня ты во сколько встала? Ну я сейчас в 4.40 встаю, ну 4.30 4.40, чтобы успеть к общей молитве там в порядок соприться. Потом общая молитва во сколько она? Наверное 5.30 5.40 оментировочно закончилась. Вот, я начинаю там что-то, ну вот историю церкви я не слушала, честно, признаюсь, я ее пока как-то, не знаю, не усваиваю. Вот, я начинаю что-то... Я не слушала, потому что там очень много свидетельств из жития святых начиная с первого века. Ну там не сначала, понимаешь, я сначала не начала, теперь мне надо сначала это все читать, эту книжку найти, и потом уже вместе со всеми двигаться, иначе я не пойму даже, что там сейчас в середине. ну, я где-то присутствовала, где-то, вот. Потом, значит, это, ну, я отключаюсь, потом начинаю что-то читать, но сейчас я прохожу, это евангельские события по хронологии. Вот. Вот. ну, как я их читаю, то есть я себе распределяю там пять, ну там. Ты смотришь на азбуке? Не, у меня ты смотришь. У меня есть книга такая, евангельский синопсис, я там читаю события, ну, как в последовательности, чтобы они мне... А кто азбуки? Так. Не помню, кажется, по-моему, Емельяна такая. Я могу, ну, смотрю дома и скажу тогда, что завтра. А ты сейчас не дома? Нет. Из дома, наверное, еще тяжелее разговаривать. Я сейчас в своем храме когда нахожусь, я вот тут сижу в детской комнате как раз. Вот. Ну, в общем, дома пока сейчас тяжеловато и связь похуже, если честно. А смотри, вот идет молитва 440, ты же все равно там, там же 30 минут идет чтение, там же можно послушать. Ну, я не знаю, у меня там еще своя идет программа, уже надо что-то, я не знаю, то готовить, то собираться, то еще что-то. У меня пока не получается, но я ее если слушаю, то слушаю потом, там, в течение дня. они, к сожалению, вообще не слушаю. То есть историей я не занимаюсь конкретно. Плохо. Очень плохо. Эта книга очень хорошая. Я вообще слушала историю церкви, да, житья тоже слушаю, читаю, и то, что там начисывает вид вклад, уже что-то мне как припоминание, да, то есть я сразу говорю, а, это действительно так и было. То есть я уже это слушала. Там об Юстине философии, там об Орегене сейчас Вячеслав читает. В общем, это на дела какие-то попадает, накладывается. Мне надо как-то это может быть в другое время себе поставить, чтобы это все-таки слушать. Но теперь уже долго догонять меня. Вот. А дальше? Ну, в общем, потом это домашние дела, сборная работа, я выхожу, но сегодня конкретно моя работа, ну, вот здесь я сегодня в храме делаю то, что по храму нужно делать, вот, и также еще дежурство и служба, то есть это служба, и потом, ну, как бы целый день я здесь, вот, сейчас я еще тут, вот, тут разные дела, в принципе, тоже там можно рассказать, их можно рассказывать, поручения настоятеля, скажем так, все, которые есть, вот, то есть, ну, мои как бы непосредственные обязанности или что-то он попросил, они, ну, они просто различаются всегда, поэтому можно на них не останавливаться, потом вышла, ну, стараюсь выходить на молитву там в эти промежутки, соответственно, то есть через 2 часа, так сегодня получается я в 8 вышла, в 10, в 10 я не вышла, у меня еще служба была, потом в 12 я вышла, так, в 14 тоже вышла, в 16, так, в 16 не помню, в 16, по-моему, тоже вышла, может быть, нет, но не могу сказать точно, уже даже не помню, Вот сейчас в 18 не выхожу, соответственно. Ну, то есть я как бы занятия и молитвы, я их тоже в день свой включаю. Стараюсь как-то беспроводные наушники полюбить, чтобы что-то делать и слушать одновременно. У меня раньше не было этой привычки. А у тебя получается слушать и запоминать, и делать что-то? Вот запоминать, на самом деле... Потому что у нас есть сёстры, которые присутствуют на занятиях, и я когда их что-то спрашиваю, а меня там не было на занятиях. То есть два слова могу сказать, и всё, ты мне могу так слушать. Ну, знаешь, всё по-разному вообще. То есть есть такой материал, который как будто очень плохо усваивается. Есть, который прям... Может быть, откликнулся просто, поэтому ты помнишь, много чего помнишь. Разный процент. Вообще память плоха, если честно. А ты вчера была на занятиях у Михаила Каримова? Вчера? Так, вчера у вас были вечером? Нет. Вчера как раз не была. Вчера мы на огороде были, если честно. А позавчера? Позавчера. Так, в воскресенье. Воскресенье была. А что там было на занятиях? Что-нибудь помнишь? Вторая глава от Марка. У Михаила Каримова? Вторая глава от Марка? Подожди, мы про воскресенье говорим. Сегодня ещё вторник. Вчера был у Михаила Каримова, а в воскресенье... А, да, да. Я была на дневном занятии. У Виктора Савченко не бываем занятий, которые в шесть или на сколько-то минуты. А по Марку это же там вёл Александр Борцов? Да. И что там было? Ты что-нибудь помнишь? Трудно оформить уже. А на собраниях-то была? На собраниях я не бываю, я их потом смотрю. А потом смотрела? Да. И что там было на собрании? На досуге что там было? Там много было разных событий. Ну что-нибудь скажи, ничего не помнишь, что ли? А что там читалось? А, читалось это самое... Ну, апостольское чтение читалось. Про эту... Апостольское? Апостольское. А какое там было чтение апостольское? Про эту самую. Там отрывок про Тавифу был. Рассказывается. Изделять. Про что? Там, где отрывок был про эту самую, про Тавифу. На собраниях у Александра Борцова? На собрании этого самого. Содружества. А я думала, что там было про Расслабленного. Про Расслабленного тут понятно, что было? И что еще там было? Про Тавифу, да? И что еще? Там Вячеслав сделал очень хорошее памятка христианам. Себе не скачивала? Ну, вот про памятки говорили, но... Я, честно говоря, не боюсь я у себя на приходе даже как-то... Попробовала. Почему? Ну, потому что мы пробовали эти памятки раскладывать. Простые. Мне, братья, присылали про... Ну, там, про бороды и про покрытие головы, да, по-моему. И они как-то вызвали негодование. А что, у вас в храме без блатков, что ли? Нет, почему? Ну, там же говорится не только про то, что в храме должно быть. В тех памятках говорилось, эти памятки только про храм, я так понимаю. Я посмотрела просто тоже их потом. Ну, а там было просто, что, ну, мужчина всегда должен быть с бородой, и, ну, то, что платок, он всегда должен быть на голове, и не только в храме. И дома там, и на улице, и везде. Вот. И поэтому, ну, именно я этого вызвала отторжение. А, батюшка не устроила? То есть он на улице, он не православный, не священник, а только в храме священник. И прихожане тоже, они только там, на службе. Православные, а как выйду, так не православные. У батюшки не было отторжения, кстати, но он как-то сказал, что это, ну, что это все-таки лишнее. Прихожанам это навязывать, что это как личное дело каждого, по сути. Ну, это же можно поставить, повесить. Вот смотри, ты приходишь к любому врачу, да? Здесь, допустим, как, ну, в Германии называется это практика. То есть это как квартира, да, арендованная квартира, и там врачи, помощницы там, и там в каждой комнате они, в общем-то, принимают. Но у них же есть там стол, где там какие-то рекомендательные там брошюрки есть. Они же это не навязывают. Оно стоит там, ты хочешь, берешь, читаешь. Они тебе, кстати, можешь приложить, вот, прочитать хотите, не хотите. Если не хотите, распишите, что вы не хотите, там, не согласны, и все. Это же не навязывание. Точно так же и в храме. Человек, он хочет, берет, хочет, исполняет, хочет. Это уже от него зависит. Но главное, что со стороны верующих, со священника, да, если там настоятель храма, там, кто там смотрит за порядком вообще в храме, должны предупредить людей, чтобы они знали, ну, в общем, не хочет, да? Ну, в общем, они не прижились, поэтому новые памятки какие-то делать я как бы даже опасаюсь. Хотя, может, и нужно было как-то это распечатать, перенести и прямо батюшке показать. Ну, я, честно говоря, сейчас другим вопросом вообще совершенно была занята. Была занята выяснением, если честно, своей жизни в юности и так далее у разных людей. Поэтому, честно говоря, до памятки не дошли руки. Я думаю, своему священнику переслать на WhatsApp, чтобы он почитал. Ну, там, почти что все он нарушает, и не знаю, добрит он это или нет. Ну, хотя бы, чтобы люди смотрели, учились, а то они говорят, а все-таки, когда есть проповедь, говорят, говорят, да. Сколько можно говорить? Ну, пусть висит им в обличении, в осуждении. Хотя бы, чтобы повесить, чтобы читали. Ну, у них есть там такие описания, тоже листовки у нас. Хотя бы такие пусть будут. Тоже неплохо было бы. Не знаю, как он на это посмотрит. Дело в том, что у нас в лотарь, как говорится, кто хочет, заходит. Кто хочет, выходит. И только уже, читая о Мирянах, которые не должны входить в лотарю, то есть он уже, кажется, нет, продолжение без сережек, без косметики, без косметики, вообще молчу, потому что они в плотках в платьях, но накрашенные в косметике. Там про бороду, там все бритые, как есть, то страшные такие. Ну, посмотрите, как Бог даст. Главное, показать священнику, все равно это у него останется на WhatsApp. Как их там сообщение захочет, он это примет, не примет, или как данные вводят. Кто его знает, поднимите, Бог знает, как он это примет. А вот скажи, как ты думаешь, чтобы не есть, не пить четыре дня? Ты так поселась, а не есть, не пить четыре дня? Ну, давно, раньше я строго поселась, но, наверное, три дня, когда Великий пост начинается. Наверное, три дня, наверное, да, три дня. Я вот думала на неделе, и думала, для тебя одно решение, только пост и молитва. Спастись, чтобы и молиться, и братья будут молиться. Главное, чтобы ты не ела, не пила, ничего вообще, братья не ставила. Третьи сутки самые тяжелые. Но пережив третьи сутки, четвертые вообще легкие. А пятые, ты даже вот на пятые, ты даже уже не захочешь. То есть у тебя пропадает желание есть и пить. Ты готова испытать себя? Ну, в принципе, готова. Надо будет спросить, когда это можно после вознесения, после молитвы. Вот смотри, у тебя избыточный вес. Ты не рожала детей и замужем. Теперь тоже надо в этом плане тоже посмотреть. Избавиться от лишних килограммов. Потому что они тоже влияют на твою душу. И на разум тоже. Лишние жиры, они уточняют разум. Ты как на это смотришь? На что? На велосипеде ездишь? Нет. Нет? Не умеешь? Ну, как очень давно не ездила, если честно. Ну, почему? Сейчас лето. На велосипеде ездить на свежий воздух. У меня его и нет. Нет и велосипеда? Нет. Так надо приобрести? Ну, что, в нем по городу, что ли, ездить? Ну, да, везде я, везде съездил с велосипедом. Мы в России, в Мадаре, когда жили, везде с велосипедом ездили. Даже миллиардеры, у них есть дорогие машины, в гаражах они ездят на велосипедах. Нет, я пешком хожу, как бы, много. Раньше вообще привычка у меня такая была. Вот, у меня от остановки достаточно далеко. И так я много пешком хожу. И раньше часто это практиковала. Ну, еще бегай там, что-то по утрам. Вот это было. Но сейчас не бегаю я по утрам. Пешком хожу. Нет, педали крутить в течение 40 минут — это намного лучше, чем бегать или ходить. Ты когда покрутишь педали минут 40, приедешь и посмотришь, как это. А вообще это хорошо, когда ты не ешь, не пьешь и едешь на свежем воздухе на велосипеде. Это очень полезно для организма. Таких нету. Для иммунной системы. А на прокат у вас есть там в вашем городе? Ну, я не знаю, надо поузнавать. Так сразу и не скажу. Надо тебе заняться своим телом. Лишние жиры, зачем они? Ну, ты согласна, что с лишним весом можно бороться или не надо бороться? Почему не согласна? Согласна, мы сегодня тоже это с Игнатем Тихоновичем обсуждали. Потому что второй подбородок, это вот когда женщина беременная рождает, у нее второй подбородок растет. И потом очень сложно от него избавиться. Вообще, кормление пока, это где-то 3-4 года, вот 5 лет даже нельзя вообще калорийной пищи есть. В течение вообще 3-х лет нужно всего воздерживаться. Значит, ты потом не сможешь вообще похудеть. А ты не рожала детей, и тебе наоборот надо скидывать это все. И второй подбородок тоже. Избавляться от него. Человек, когда помеет, у него видно вот здесь, вот здесь. По лицу здесь. Даже не надо смотреть на брюхо. Только слева не рождает тонких мыслей. Как Игнатий Тихонович говорит. Вообще, если ты будешь не есть... Хорошо, яaires!' Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...